27 января 1944 года закончился один из самых трагических эпизодов Великой Отечественной войны. Была полностью снята блокада Ленинграда, которая продолжалась 872 дня. Ленинград – единственный в мировой истории город, который смог выдержать почти 900-дневное окружение. Вся страна встала на защиту Ленинграда. Библиотека номер 7 поселка Маймаксанского лесного порта предлагает вашему вниманию видеопрезентацию «Наши земляки-защитники Ленинграда». Ленинград. В 1941 году, бросив в бой огромные силы, фашисты вышли на ближние подступы к городу, отрезали Ленинград от всей страны. Началась блокада. Начались страшные дни Ленинграда. Не было топлива. Замерло электричество. Вышел из строя водопровод. Начался голод. По Ленинграду ходила смерть. Но не сдавался город. Фашисты постоянно атаковали и обстреливали Ленинград. Суши, с моря, с воздуха. Бросали на город даже морские мины. В городе начались пожары. Рушились дома от обстрелов. Люди погибали в домах и на улицах. Но ленинградцы держались. Ленинград в блокаде. Набатом неслось по стране. Вся страна пыталась помочь осажденному городу. В боях за Ленинград принимали участие 13-я отдельная лыжная бригада и 33-я отдельная стрелковая бригада, численный состав которых наполовину состоял из жителей Архангельской области. Среди защитников Ленинграда и жителей поселка Маймаксанского лесного порта, ушедшие на фронт. Смелость, выдержку и хладнокровие во время боев по прорыву блокады Ленинграда проявили архангелогородцы. Многие были награждены медалью за оборону Ленинграда. Медаль была учреждена в тяжелейший период Великой Отечественной войны 22 декабря 1942 года, когда до победы было еще очень далеко. Тем не менее, руководство страны приняло решение отметить подвиг защитников Ленинграда, который задолго до присвоения официального звания в сознании народа уже стал городом-героем. За мужество и отвагу по защите легендарного города медалью за оборону Ленинграда были награждены наши земляки. Старший электрик тральщика Варенцев Александр Иванович, моторист тральщика Горевский Павел Дмитриевич, рядовой связист Данилов Степан Самсонович, шофер инженерных войск Заварзин Артемий Иванович, рядовой стрелковой дивизии Истомин Василий Павлович, заместитель командира стрелкового полка Ленинградского фронта Казмин Павел Николаевич, заместитель командира по политчасти Кузнецов Николай Михайлович. Рядовой инженерно-саперного батальона Комаров Александр Дмитриевич, командир отделения стрелкового полка Кацов Владимир Васильевич, старший матрос Кудрявцев Николай Кузьмич, начальник радиоприемного пункта Левит Лев Мейрович, сапер 77-го минно-саперного инженерного батальона Пономарёв Иван Дмитриевич, сам инструктор Семенцов Василий Степанович, рядовой Шишов Феодосий Викторович. Заварзин Артемий Иванович был мобилизован в октябре 1941 года. Служил в парке инженерных войск шофёром и принимал участие в строительстве дороги к Ладожскому озеру. Километр за километром, через топи, леса, речки, низины, болота возили лес, камни, песок. И 22 ноября 1941 года по всё ещё не окрепшему льду Ладожского озера пошла первая автомобильная колонна. Как вспоминал Артемий Иванович, ездить было очень трудно и опасно под бомбами и снарядами, днём и ночью на простреленных машинах. Но город остро нуждался в продовольствии и боеприпасах. Дорогой жизни назвали ленинградцы путь через Ладогу. В блокадном Ленинграде было очень много детей. Они вынуждены были жить вместе со взрослыми в пространстве, ограниченном нечеловеческими условиями, голодом, холодом и постоянной угрозой жизни от бомбардировок и обстрелов. Необходимо было спасти их, увезти в тыл, где нет войны. По дороге жизни эвакуировали детей из осаждённого Ленинграда. В операции по спасению детей участвовал Маслов Василий Ильич. 18-летним парнем он ушёл на фронт. Служил наводчиком орудия 58-го зенитного артиллерийского дивизиона. А в 1942 году он сопровождал детей через Ладогу из Ленинграда в Ярославле. Много северян участвовало в битве за Ленинград. Многие из них погибли. Мы низко склоняем головы перед теми, кто отдал свою жизнь, защищая любимый город. Их имена внесены в Книгу памяти Архангельской области. В память о жителях Архангельска и Архангельской области, погибших под Ленинградом в годы Великой Отечественной войны, установлен монумент на интернациональной аллее памяти на Синявских высотах в Ленинградской области. Историческое значение обороны Ленинграда огромно. Советские войска, остановив фашистов под Ленинградом, превратили его в мощный бастион всего советско-германского фронта на северо-западе. Сковывая значительные силы фашистских войск, Ленинград тем самым оказал существенную помощь развитию операций на всех других участках обширного фронта. В победах под Москвой, Сталинградом и Курском весомая доля защитников Ленинграда. Субтитры создавал DimaTorzok